Также я стала устраивать различные вечеринки, фэшн-шоу с показами моделей. Для этого я снимала дискотеки, ночные клубы. Началось всё с самого раннего детства, потому что, как я вам уже когда-то рассказывала, моя бабушка работала на швейной фабрике в небольшом российском городке. И она занималась и пошивом платьев, и пошивом верхней одежды. И вот маленькой своей внучке она шила и пальто, и платье, потому что у нас дома была швейная машинка. В школе на уроках труда я неплохо шила. Учительница всегда приводила пример моей работы. Когда я уже заканчивала школу, я смогла сама себе по журналу Угурда сшить интересный такой пиджак с длинным хвостом из парчи. Позже, когда я переехала в Осло, мне очень хотелось поступить в Эсмот. Это школа дизайнеров. Но что-то не сложилось или наоборот сложилось. Вам решать. Но вместо того, чтобы стать дизайнером, в 2010 году я открыла свой винтажный магазин в центре Осло. И там я продавала винтажную одежду. Также мне хотелось что-то для своего магазина создавать. Сразу я вела блог о своем магазине. Мне это очень нравилось. Я стала ходить по различным арранжментам, чтобы написать о себе в блоге. И все время я развивала свой блог. Он становился все интереснее и интереснее. Я использую блог для того, чтобы блог на блог. Я думаю, что это стильный. Это это винтажный дам, который используется для профил. Я использую блог для того, чтобы рассказать, что это винтажный. Это не так что-то нравится использовать старые кларки. Это может быть очень рикцией и оригинальной. Также я стала устраивать различные вечеринки, фэшн-шоу с показами моделей. Для этого я снимала дискотеки, ночные клубы и потом рестораны. То есть сама создавала шоу, и сама я одна и с партнерами иногда работала. То есть у меня огромный опыт за спиной создания шоу. И все это делала просто как маркетинг для своего магазина. Также я заметила, что часто ко мне приходили стилисты, я с ними знакомилась. И поэтому, конечно же, узнала очень много про тонкости их работы. Стилист мне дал жевле одежду винтажную для фотошутов. И вот таким способом однажды мне самой захотелось попробовать. И я стала стилизовать и у себя в магазине. И для других фотографов стала стилизовать фотографии. И со временем также меня стали приглашать бренды для того, чтобы я и для них сделала интересные стайлинги. Со временем мои работы были напечатаны в журналах. Я попала в австралийский журнал, в московский журнал «Долорес», кто не знает, это журнал для парикмахеров. И мне подружка, кстати, из Лондона звонила, открыла этот журнал. Так, первый раз я попала в журнал, да, вам рассказываю, кратко. И она говорит, как здорово, я вижу твои фотографии, вот сейчас находясь в Лондоне, да, в московском интернациональном журнале. То есть это очень приятно. Потом я печаталась во многих журналах в Европе, да. Один из них, допустим, «Фактис» магазин. И второй очень большой журнал, это был «Макфи Дарлин». И вот «Макфи Дарлин» у меня связана интересная история. В журнале так понравились мои фотографии, что они мне потом писали. И требовали буквально сделать «Стайлинг», чтобы сразу же опубликовать у себя на обложке. То есть несколько раз было две или три обложки именно в этом журнале. Всё это можно увидеть у меня в портфолио. Также я стала работать со знаменитостями. Делала «Стайлин» для норвежской балерины, которая танцует в опере и балете. Делала «Стайлинг» для норвежской виланчевистки. И потом для интернационального боксёра. И также работала с диджеями, с артистами, с певцами. И, естественно, мне было очень интересно, потому что мы делали очень интересные фотосессии. Так я познакомилась с очень многими фотографами, кстати, и до сих пор с ними дружу. И получила ещё больше работы. Мне это очень нравилось. Фотографий у меня сейчас очень много. Наверное, даже переваливает уже за несколько сотен. У меня работа очень вариативная. До сих пор я работаю с этими людьми. До сих пор у нас идут сейчас кое-какие проекты, про которые, естественно, не могу говорить. Работа с стилистом – это не базовые вещи. Для меня работа с стилистом – это подобрать акценты, подобрать детали для каждого человека, чтобы выразить свою индивидуальность. Ну вот так как-то вкратце. То есть, как я стала стилистом, наверное, это всё произошло очень натурально, да, естественно. Конечно же, стоит также в раскладе моего образования, потому что это не менее важно. Ещё когда я работала блогером, да, мне очень хотелось хорошо выглядеть на фотографиях. И поэтому я пошла в имидж-академию и закончила там несколько курсов по макияжу. Я научилась делать макияж для возрастной кожи, макияж дневной, макияж вечерний. Во время того, как у меня был свой магазин одежды, я поняла, что багажа полученных знаний недостаточно. Мне хотелось учиться, развиваться. А в основном я поняла, потому что для того, чтобы делать маркетинг для магазина, нужно хорошо разбираться именно в продукте, да, и в способах коммуникации. Конечно же, тут мне захотелось получить соответствующее высшее образование. Я пошла учиться на бакалавра по рекламе. У меня это был незаконченный бакалавр, потому что я перепрыгнула на мастера. И мастера уже доучилась до конца, дополучила степень МЕ. Это мастер-кзекютив, кто не знает. Норвежская бизнес-школа. Мастер из трех программ. Первая программа – это консалтинг. Вторая программа у меня была коммуникация. И третья программа – это пиар. То есть, получилась у меня очень интересная и необычная степень мастера, которая состоит из консалтинга и пиара. И теперь мне очень легко работать с клиентами. Моя консультация проходит всегда в форме консалтинга, что очень прекрасно для клиентов. Я никогда не навязываю свои идеи, потому что я могу только подтолкнуть, только помочь и направить мысли клиента, и клиент уже сам решает, что ему нужно. И, конечно же, уже на первом занятии я отталкиваюсь от того, что мы строим процесс, основываясь на целях клиента. У кого-то цели имиджевые, у кого-то цели, связанные с карьерой. Кто-то хочет улучшить отношения, кто-то хочет, может найти своего спутника жизни. Для меня очень важно, какую цель ставит клиент, чтобы правильно помочь ему в создании имиджа. И имидж у меня иногда не только одежда, иногда просят у меня и про макияж, что сказать. Иногда клиенты приходят, у которых свой бизнес, им также нужна помощь в создании личного бренда. Моего образования достаточно, и я могу помочь в этих непростых вопросах. И при том, хотела также уточнить, когда мы говорим пиар, это не просто реклама продукта и коммуникация о твоём продукте, а также как заставить, чтобы и журналисты о продукте говорили, а также идёт кризис коммуникации. То, что я изучала, это как не просто рассказать о себе или о своём продукте, как изменить картину мира. К примеру, если вы допустили какие-то ошибки уже при построении личного бренда, то я всегда могу вам помочь исправить эти ошибки, потому что коммуникацией, а также личным брендом можно управлять. И имиджем можно управлять, есть специальные модели, которым нужно просто следовать, да, и можно изменить и впечатление о своём продукте, и впечатление о себе. Можно создать изначально, а можно изменить, если вы допустили какие-то ошибки. Поэтому обращайтесь ко мне, всегда буду рада новым клиентам. Меня можно найти на Инстаграм, просто наберите «Лана Фаршу» и также подписывайтесь на этот канал и смотрите видео. Я хочу в дальнейшем изменить очень многие свои видео, улучшить их, согласно времени, да, и месту, потому что окружающий мир меняется, естественно, нельзя создать какое-то видео о моде, об имидже, которое будет вечное. Тенденции и тренды имеют свойство также меняться, и поэтому нужно им следовать как-то так, коротко и понятно. Пишите, пожалуйста, вопросы, если остались, подписывайтесь, буду всем очень рада, всем отличного времени суток и прекрасного настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok